Сейчас едем в гостиницу. Смотрю, магазин тоже здесь, который, где мы вот со Светой затарились. Супами-то разными, вкусными. Я хочу посмотреть, если здесь есть и какие. Мне мало. Какой-то странный мужчина за мной шел, поэтому я так тормознула, как будто бы мне штаны и надо. Ну, смотрите, вот за 7 долларов. Штанишки с начёсом. На любой возраст, размер, высоты человека, женщины, мужчины. Без разницы, смотрите. Это вот немножко не с начёсом, немножко другое качество. Ну, 7 долларов. А вот это прям на Крисмос похоже. Рождество. Ух, вот это вот интересная штучка. Когда холодно, например. Смотрите, какая с заворотами. Сколько это прелесть стоит. Чего скажешь? Ты перестанешь таскать всё в дом. А сколько стоит вот эта? Тёпленькая. Ну, ладно. Зато, знаете, сейчас я сама себя отговариваю. От неё ворсинки всякие будут на штаны, на тёмное всё. Ладно, не надо. Обойдёмся. Так, мне надо пойти посмотреть, супы у них. Нет, 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 что ли? Надо скупать срочно. Они такие вкусные, так домашние. О, трещитка. Тёпленькая. 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 Десять долларов. Смотрите, ночнушки. Вот чё мне надо точно. Я так люблю ночнушки всякие с пёсиками. А мягенькие... Вот это вот прям, смотрите, вот этот вот набор печен на Рождество. Да, Мэри... Вэри Мэри. Ой, вот-вот, я вижу с кофе. Вот этот вот интересненький вариант. Кофе Аклаб. Ой, а мягенькая, боже, какая прелесть. Я сейчас несколько сразу возьму. Вот смотрите, вот всякие маринады. Разные, разные. Чего только нет. Ну, подождите, я супчиков не вижу. Вот это смотрите, кстати, очень вкусненько, да? И цены нормальны. Вот такая большая... Ну, вот, например, 2,79 за большие банки. Какой-то греческий салат. Так. Ой, грибочки. Грибочки есть тоже. Это просто свекла. Но я ищу супы. Смотрите, зелёные помидоры. Тоже, кстати, интересненько смотрится. Можно, кстати, вот эту тоже взять, наверное. Миксд салат. Так. А супы? Супы? Да. Какой-то русский салат ещё. Не может быть. У нас цветной капусты ничего не делаю. А, сейчас ушёл. Сейчас аж стыдно, конечно. Такая неприятная ситуация в магазине сложилась. Наревелась я. Девочки, кто живёт в Америке? Я не знаю, с вами такое случалось. Каждый раз, когда я пытаюсь что-то, какую-то проблему решить, мне, знаете, игнорируют или разговаривают, знаете, как будто я, нет никто. А если Джефф, эту же проблему начнёт решать, всё как по маслу. Я сколько раз в этом убеждалась. И сейчас, мне считай, меня вообще до слёз давили прям. Неприятная, да, такая ситуация. Как бы просто опять убеждаюсь в этом. То, что я не американка. У меня сильный акцент. Как бы не знают. Но у меня вот такой вот. Я уверена в этом. Не знаю. Убеждаюсь каждый раз. Набрала этих супов. Супов взяла, три пижамки. И у меня там на 67 долларов. А они мне в прошлый раз, когда я покупала много супов, там тоже затарелось, на 8 с чем-то. Они мне сказали, что в следующий раз, когда ты придёшь, мы тебе уже пришлём имейл, и там будет 10 долларов скидка, купон. Ну, на 50 долларов надо быть и больше. Ну, вот я думаю, ба, как раз у меня это. Ну, больше, чем 50. Сейчас я имейл открою и вот этот купон покажу. Открывает, купон не открывается. У них всегда, как будто интернет там плохом магазине. Я говорю это. Ну, как же, мне же сказать, что 10 долларов в следующий раз я приду, и вот у меня прям написано. Ещё пишут, поторопись, потому что всего 14 дней, чтобы использовать этот купон. парень такой. Ну, не знаю. Нет. Нет, это не срабатывает. Нет. Ой, видеть, свадьбы ведут гости всякие в эту гостиницу. Я говорю, ну, может, кого-то позвать, чтобы кто-то это помог нам. Ну, а кто поможет, если я, мол, пытаюсь, а купон не срабатывает. кто поможет-то. Я уже начала и светла. Чего же я ещё попросила? А, я говорю, можете, может, чек проверьте, может, уже сняли 10 долларов в начале как-то, я не знаю. Ну, как бы, хочу, чтобы что-то хоть сделать, потому что, ну, 10 долларов, всё равно как. Даже, знаете, не та ситуация, что купон я, как бы, использую, а то, что вы чё же меня-то, как бы, задураетесь, врачка-то держите, как бы, вот эта ситуация. Ну, и всё, вышли у меня псих, мы едем в гостиницу, у меня слёзы дышат, думаю, ну, каждый раз убеждаюсь, почему со мной всегда так, почему мне никогда не получается, чтобы я чё-то для себя урвала, как бы, понимаете? Если Джефф, он, говорю, у него каждую копейку, цент каждый, это, для себя выиграет. И будет бороться, как бы, и никто даже, сопротивляться, ещё добавок ему дадут, а мне, понимаете, как бы, заслуженные даже 10 долларов, они не дают мне скидку. Так обидно, вот оно просто копится-копится, каждый раз убеждаешься, что со мной всегда такая ситуация. Ну и это, ну и всё, Джефф разворачивается, обратно в магазин идёт. Взял квитанцию, взял телефон мой с этим, с имейл, который мне прислали, пошёл, приходит, 10 долларов несёт. Я говорю, ты понимаешь, это просто лишний раз подтверждает, что ты американец, тебя не услышали. Он быстро, он зашёл, через там пару минут уже вышел. Понимаете, это лишний раз убеждает. Я вот хотела бы узнать, девочки, кто живёт в Америке, у вас такая ситуация была? Как бы, как вы в такой ситуации? Почему-то мне, мне всегда, мне так обидно, что уж не настолько у меня плохой английский, чтобы не понять такие простые вещи, которые я вам говорю. Ладно, сейчас Джефф пошёл зарегистрируется в гостиницу. Сейчас поднимемся в комнату, немножко отдохну, придуся в порядок, да на ужин пойдём. Средний какого не дар. Я говорю, даже не за того, что 10 долларов, а за того, что почему со мной всегда так происходит? Почему Джефф пошёл, ему отдали эти 10 долларов? А я просила, проверьте, пожалуйста, может, давайте позовём кого-то, кто поможет. Первый раз мы в этой гостинице останавливаемся. Здесь, знаете, кстати, что? Видите, вот стоят такие вот, как маленькие автобусики, они отводят посетителей в казино, потому что здесь казино недалеко, такое популярное, и вот возят, видать, клиентов туда. вот нам бальдет. смотрите, какое место, много так сидеть, мы здесь будем с Джеффом после ужина, очень симпатичненько, так, вот тут, вот смотрите, пожалуйста, рабочий стол, кому надо, я не думаю, что мы будем использовать, мой кофе, здесь, вот Джефф, ну-ка, кофемейка, я сейчас кофеёк себе сделаю, чаёк хороший, тебе сон сливки есть, о, сейчас я сделаю, кофеёк попью, немножко, успакуюсь, так, здесь, что, просто переход к соседнему, а, окей, о, смотрите, огромный, а, окей, так, перегородка такая, огражает, он ограждает, ух ты, вот Джефф, look at the water, вау, two waters, вау, водичка ещё, смотрите, какой вид шикарный, а, вон там, мохигин сан, вот это вот самое, казино, вот видите, автобус целый большой, сейчас поедут, денежки, фукать в казино, вид, конечно, шикарный, очень красиво, ага, и вон казино там, так, дальше, хорошая, очень гостиница, мне так нравится белая постелька, так, ой, подожди, а, это зеркало, я думала, я не буду показывать в зеркале, как это, наплакалась, так, ну, тут вот, всё чистенько, хорошо, вот так вот, ну, всё, мы сейчас немножечко отдохнём, приведём себя в порядок, и поедем, джефф какой-то итальянский ресторан сделал, резервейшн, ну, вот и всё, немножко отдохнули, пойдём кушать, just make sure you have my wallet, ой, 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 да, 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 я до сих пор как будто опухшая какая-то, посмотрите, мы по таким деревам красивым, красным, интересный ресторан такой какая-то, моделька другая совсем, там отличается как у нас там. Вот всякие призы получал этот ресторан. белые скатёрки, о-о-о-о, как красиво! господ esome, мне так нравится. о-о-о, какое у нас место красивое! ух ты! Какой-то резорт какой-то, классно. Клебчик такой, посыпанный, я думаю, пармежанцы, джеффа Стелла, водичка у нас, тут у меня винцо такое. Смотрите, мы заказали, вот как они, кальмары, соус такой, там лимончик, я немножечко поем, я, кстати, ни одного кусочка не съела, джефф убрал в сторонку, чтобы хлебочек, чтобы не соблазнял меня, а это я немножко поем, и покажу потом, что я на ужин заказала, что показать, смотрите, какой салатик я заказала здесь, жареный гриб, большой такой, портабелло, яйца, семон у меня здесь, представляете, это такая, оно должно еще, и это, спиночек, еще должен идти бекон, но я от бекона отказала, потому что я, во-первых, мясо не ем, а тут у джеффа, вот, ризотто с курицей, Ризотто с курицей, еще знаете, что произошло, в мой стакан взлетела маленькая мушка, а я уже почти допила его, и, это, джефф начал ножук вылавливать, а женщина увидела, что одна прибежала, и такая забрала, и принесла мне новый стакан, так что у меня второй стакан бесплатно, так что, видите, я молодец, я держусь, соблюдай диету.